Юные севастопольские пловцы вошли в десятку лучших на Кубке России. Недавно наша команда вернулась из Ростова-на-Дону, где проходил второй этап всероссийского состязания. 12 спортсменов, вошедших в сборную города, защищали честь Севастополя. Два пловца заняли 9-е место, еще трое 12-е и 13-е позиции. Севастопольские тренеры отмечают, несмотря на отсутствие регулярных и интенсивных тренировок, добиться такого результата стала настоящей победой для всей Федерации плавания города. На прошлом этапе Кубка, который проходил в марте, лучший результат севастопольцев – лишь 18-е место. Ребята, в принципе, выступили неплохо, несмотря на то, что тренироваться, конечно, мы не тренируемся, как положено, к сожалению. Наши соперники, у них тренировки два раза в неделю, плюс занятия проходят еще в зале сухого плавания, мы, к сожалению, лишены этого. Администрация нашей школы не очень интересуется ни спортсменами, ни тренерами, ни тренировочным процессом, как таковым. Поэтому, как я уже сказала, мы свои результаты просто не благодаря, а вопреки через тернии к звездам, как говорится. Напомним, Севастополь до сих пор остается без муниципального бассейна. Реконструкция водного резервуара специализированной детской и юношеской школы спортивного резерва номер один уже завершена. Однако до официального открытия бассейна еще далеко. Чиновники ждут финальный транш денег на благоустройство близлежащей к бассейну территории. Впрочем, несмотря на все трудности, севастопольские пловцы продолжают повышать свою спортивную квалификацию. На соревнованиях в Ростове пловчихе Екатерине Сергеевой удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта. На дистанции 100 метров к ролям она показала лучшее время. Я плыла первым этапом, и когда плыла первым этапом, то там дают старт, и все как в личной дистанции. И там я уже проплыла по кандидату в мастера спорта, и, конечно, была очень счастлива. И сразу меня девочки, которые плыли следующим этапом, они меня, конечно, поддержали сразу, и все были рады очень. Севастопольские пловцы не будут брать паузу на отдых и уже сейчас готовятся к заключительному третьему этапу Кубка России. Этим летом ответственные соревнования пройдут в городе Пенза.